Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать первое послание апостола Иоанна Богослова на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем четвертую главу. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Здесь сразу стоит отметить, что евангелист Иоанн употребляет слово «дух» не в том смысле, в котором мы обычно его слышим, когда говорим о духах, когда речь идет, например, о добрых духах, об ангелах или о злых духах, о демонах. Он под словом «дух» здесь скорее подразумевает некоторое духовное состояние, некоторую внутреннюю убежденность человеком, духовный настрой. И вот не всякому утверждению, не всякому духовному состоянию, не всякому интеллектуальному состоянию, здесь и это тоже имеется в виду, можно верить. Почему? Почему он так употребляет? Потому что на самом деле дух Божий есть и дух заблуждения. Он так и говорит «духо Божие и духа заблуждения». Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Если бы апостол Иоанн подразумевал под словом «дух» здесь, например, какое-то просто духовное существо, ангела или лукавого, то оказалось бы, что речь идет о каком-то общении с духами, не о людях, некоторых спиритических таких сеансах, что понятно, что христиане, естественно, имеют общение с Духом Святым, но что могло подразумеваться тогда про духозаблуждение, что один исповедует Христа как Бога, а другой не исповедует Христа, Иисуса Христом, пришедшим во плоти. То есть картина совершенно не выстраивалась бы. Речь идет действительно о людях, которые находятся в том или другом духовном состоянии, которые, оказывается, действуют в Духе Божьем или в Духе, в духовном настрое, или созвучно с Духом Лукавым. Итак, теперь обратим внимание на сам текст. Каким образом апостол Иоанн, который подчеркивает, что духи есть разные, и не всякая духовная жизнь одинаково полезна, как особенно в 90-е годы нам пытались рассказать, что ты принимай любых духов, восточных, западных, любые религии, любые точки зрения, все духовное, все одинаково хорошо. Ничего подобного. Вот Иоанн Богослов, он прямо это подчеркивает. И вот этой темой или таким вопросом ключевым, по которому можно отличать Духа Божьего от Духа Антихриста, от Духа Заблуждения, это вопрос о Христе. Кто такой Христос? Является ли он просто некоторым пророком или праведником? Является ли он каким-нибудь духовным существом наряду с Буддой, с Мухаммедом, с Моисеем, да, и всеми прочими людьми, которые проповедовали то или иное учение? Или он является, во-первых, Мессией, и во-вторых, пришел во плоти? То есть понятно, что здесь подразумевается, что Бог, тем более Иоанн Богослов является автором Евангелия от Иоанна, и он в нем говорит, что слово стало плотью, то слово, которое изначально было у Бога и к Богу, и которое было Бог. Так вот, оказывается, что правильное восприятие, правильное понимание, правильное учение о Христе и является такой ключевой точкой, по которой можно проверить, является ли человек тем, кто продолжает и живет созвучно, лучше так сказать, да, с Духом Божиим, или этот человек живет с Духом заблуждения. И здесь, может быть, в других словах, но продолжается та же линия, которая была еще в Ветхом Завете и которая встречается у разных авторов, есть путь жизни и есть путь смерти. И все, нет никаких многих путей, по которым так или иначе можно по-разному, но прийти к истине. Есть правильный путь и есть путь неправильный. И мы можем с трудностями, может быть, с какими-то сложностями, но идти по правильному пути или, может, по-неправильному. И Евангелист Иоанн подчеркивает, что суть этого пути, каким образом мы можем проверить, правильный этот путь или неправильный, в правильном отношении ко Христу. Что это тот Мессия, о котором говорили пророки Ветхого Завета. Вот почему важно, что он говорит, что Иисус Христос. Христос, помазанник, это и есть Мессия по-еврейски. Так вот, важно исповедовать, что Иисус есть тот самый Мессия, который был обещан прикровенно еще Еве, о котором говорили пророки, Моисеи и все последующие. И это тот, кто пришел от Бога, кто сам есть воплощенный Бог. Соответственно, любые другие утверждения, любые другие противоречащие этому мысли, они являются мыслями, связанными с заблуждениями. Но это мысли антихристовые, антихристианские. Он здесь еще одну важную, интересную вещь, говорит Евангелист Иоанн. Он говорит, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. И тогда возникает вопрос, а как же вот говорим об Апокалипсисе, всегда говорим о Втором пришествии, о том, что Антихрист будет перед этим, когда Евангелист Иоанн пишет, что уже теперь есть в мире. Не надо забывать, что он говорит также в своих писаниях о том, что антихристы будут. То есть будут разные люди, которые будут в себе, в своей деятельности, в своих мнениях, в своих проповедях воплощать вот ту самую антихристианскую суть, искажающую евангельскую проповедь, искажающую вообще путь спасения. Все, кто его искажают, могут быть названы антихристами, с маленькой буквы, антихристами, как людьми, которые выступают против дела Христова, против дела спасения. Это не означает, что они или один этот человек какой-то, и есть тот самый антихрист, о котором отдельно говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, который сконцентрирует в себе, как он говорит, все заблуждения и будет выдавать себя за Бога, как об этом пишет апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. Итак, апостол пишет, «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает. Посему-то и узнаем духа истины и духа заблуждения». И вот евангелист подчеркивает, что речь идет о победе, но эта победа непростая, не такая, как может показаться, потому что он пишет, «Вы от Бога, и вы победили их», то есть победили антихристов. Действительно, надо сказать, что одна из первых ересей и такая особенная в связи со своей аморфностью или полиморфностью, то есть разные формы принимала, гностическая ересь, была побеждена христианами и отвергнута в итоге. Но мы видим, что ереси и заблуждений и разного рода таких путей, которые ведут к неправде и к погибели, их не становится меньше в мире. Поэтому речь идет, вот апостол пишет, «Вы победили их, потому что они от мира, и говорили по-мирски, и мир слушает их, но мы от Бога, и что это значит, мы победили?» Это значит, что мы победили их в себе. То есть на тот момент для церкви, для тех христиан, которым он пишет, это было актуально в том смысле, что те люди, к которым он обращается, они эти ереси отвергли, эти ереси оказались ими превзойдены, отвергнуты, то есть найдены были аргументы, с помощью которых можно было победить гностиков. Но это не значит, что гностики были побеждены объективно, больше не осталось гностиков или каких-то других еретиков. Речь идет о том, что мы постоянно находимся в некоторой борьбе, в борьбе с ложными путями. Но вот очень важно, и евангелист Иоанн в итоге именно к этому придет, что это не просто теоретические споры, потому что сама по себе теория, насколько бы она была правильной, не работает. И не приносит должного плода. Правильная теория, правильное догматическое учение важно тогда, когда оно лежит в основе правильной нравственной жизни, правильной жизни в отношении к другим людям и к Богу. Без этого оно оказывается выхолощенным знанием, которое даже, может быть, повышает нашу ответственность, делает нас более ответственными перед Богом, потому что мы знаем, но не исполняем. Итак, он пишет, «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Когда он говорит, «Мы от Бога», а кто-то, получается, не от Бога, речь идет не о том, и это очень важно понимать, что кто-то сотворен Богом и для вечности, и для любви, и для спасения, а кто-то сотворен, например, не Богом, как будто бы вот это выражение «не от Бога» могло бы это означать, да, или сотворен Богом не для вечности и не для спасения. Мы знаем, что Бог всех сотворил для спасения, но один человек изначально готов к встрече с Богом и готов для нее трудиться, готов для нее узнавать нечто новое, открывать для себя истину, прислушиваться к христианам, и тогда такой человек от Бога, да, и в то же время есть люди, которые изначально внутренне выбирают неправильную позицию, и тогда с ними невозможно дискутировать, потому что они не обращены к Богу, они не заинтересованы в Нем, они заинтересованы в себе, в торжестве своей правды. Вот почему многие авторы святоотеческого периода, да и современные, писали, что проблема еретиков, основная проблема была в том, что им важнее было собственное мнение, чем истина. Далее он пишет, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога. Вот, пожалуйста. Да, то есть, казалось до этого, что речь идет об интеллектуальных спорах, кто такой Иисус, он воплощенный Слово Божие или нет, он Христос, Мессия или нет, первый путь – это путь правильный, второй путь – это путь заблуждения. Казалось бы, ну, такой чистый интеллектуальный спор, но уже 7 стих 4 главы возвращает нас в практическое русло. «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога». Только что говорилось, что от Бога тот, кто слушает Бога и тот, кто верит в мессианство Иисуса и в то, что Он воплощен, что Он Слово Божие, и здесь же уже получается, что и любящий, да, вот он ассоциирует любящего и того, кто верит правильно. «А всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Что значит «рожден от Бога»? Изначально сотворен Богом, как будто бы кто-то не сотворен? Нет, конечно. Рожден от Бога, то есть в крещении, как во втором рождении, он усыновлен Богу. Если мы обратимся к молитвам в таинстве крещения, в чине оглашения, в крещении, в миропомазании, мы увидим там, что речь идет о крещении, как об усыновлении, даровании сыновства, потому что, соединяясь в смерти и воскресении со Христом, мы через Него усыновляемся Богу. И вот поэтому любящий рожден от Бога, рожден в смысле усыновления через Христа и через крещение, усыновления Богу. И знает Бога. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Когда апостол пишет, «Кто не любит, тот не познал Бога», речь не о том, что он не прочитал какие-то книги о Боге, может быть, не открывал никогда учебника догматики. Человек, не любящий, вполне может открыть энциклопедию и прочитать статью «Бог» довольно подробную или, скажем, открыть учебник догматики, выучить все свойства Божьи, апофатические, катафатические, знать все цитаты, хорошо знать учения о Троице, например, со всеми подробностями, быть специалистом даже. Но в библейском смысле познание — это установление связи. В библейском смысле познание — это общение. И вот об этом идет речь. Тот, кто не любит, тот не способен общаться с Богом. Он может быть самым ортодоксальным внешним человеком, он может сколько угодно бороться с ошибками и неправдами других людей, и он знает теоретически Бога. Но Писание — оно все о живой связи, оно все о живом общении, потому что теоретические вещи не помогают, они не ведут к спасению, они просто позволяют знать какие-то формальные тезисы, пусть даже сами по себе истинные, но не дающие никакого плода. Так вот, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Мы должны заметить, что речь не идет об обожествлении любви, не сказано, потому что любовь есть Бог, чтобы не получилось, что всякое наше чувство, всякие наши представления о любви вдруг оказались обожествлены. Нет, говорится, что Бог есть любовь, то есть не любовь обожествляется, а любовь является сутью божественной жизни, божественного общения трех лиц Пресвятой Троицы, общение в любви Отца, Сына и Святого Духа. Как говорит об этом преподобный Максим Исповедник, Бог есть вневременно подвигнутый любовью, и это любовь и общение трех лиц означает, что Бог всегда есть любовь, потому что Троица извечно существует, как Троица вне времени, не было времени, когда Сын рожден или когда Дух изведен Отцом, и поэтому Отец это всегда Отец Сына, Сын это всегда Сын Отца, как и Дух исходит от Бога Отца, и они пребывают в общении любви, и поэтому мы можем сказать, что Бог есть любовь. Надо сказать, что в 20 веке вот это учение о Троице, учение о том, что лица Пресвятой Троицы пребывают в любви друг к другу, это учение, которое евангелист Иоанн особенно развивает в первосвященнической молитве, во второй половине Евангелия Атеана, где он говорит, что мы должны любить друг друга так, как отец и сын любят друг друга, и что мы должны быть едины так, как отец и сын едины. Так вот, это учение в 20 веке получило такие социологические, экклезиологические толкования, что действительно наша жизнь не просто частная жизнь, но наша жизнь как общество, как общины должна строиться по образу Пресвятой Троицы. Далее, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного сына своего, чтобы мы получили жизнь через него. то есть мы видим изначально, что любовь проявляется до воплощения, любовь Божия открылась, она была до этого, и открылась в том, что Бог через сына своего спасает мир, чтобы мы получили жизнь через него. Кстати, это непосредственным образом соотносится с словами в Евангелии от Иоанна, «Сия есть жизнь вечная», в этом и заключается вечная жизнь, «Да знаю тебя истинного Бога». То есть Христос приходит не просто для того, чтобы мы жили, Он приходит, открывает нам Отца, дает нам общение с Отцом в себе самом, через Христа мы общаемся с Отцом, и это общение и есть жизнь. Поэтому Бог послал в мир единородного сына своего, чтобы мы получили жизнь через него, а жизнь по учению Евангелиста Иоанна, это и есть общение с Отцом. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Это очень важная фраза, но ее надо правильно понять. Во-первых, «Почему в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас?» человек зависимое существо, он изначально существует, а уж тем более в падшем состоянии, как существо, ищущее опору, как существо, метущееся, как существо, которое нуждается в постоянном восполнении ресурсов самых разных, начиная с пищевых, с ресурсов, связанных с едой, с водой, заканчивая психологическими ресурсами, отдыхом, сном и всем прочим. И поэтому почитание Бога или в языческом варианте богов, оно часто связано с вынужденностью. Человек может говорить, что любит Бога, но если мы посмотрим на древние, особенно языческие тексты, мы увидим, что о любви к Богу там не говорится. Просто боги — это те, кто руководят этим миром, и человек вынужден им подчиняться, хочет он того или нет, радует это его или не радует. В том-то и дело, что человек — существо падшее, существо немощное, а Бог его возлюбил. И вот в этом проявляется любовь. Любовь как любовь свободная, дарящая и жертвенная, а не как любовь вынужденная, как любовь зависимая. Но вторая часть фразы не менее важна. Но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши. И вот в этой фразе она, конечно же, является параллельной, соотносимой с фразами, многими фразами из богословия апостола Павла, из его посланий про умилостивление за грехи и даже еще с пророком Исаии, потому что пророк Исаии в 53 главе тоже говорит об умилостивлении. Да и мы в прежних передачах по первому посланию евангелиста Иоанна тоже об этом говорили. Но вот эта фраза просто она особенно это подчеркивает. Помните, да, мы говорили, что слово умилостивление за грехи, вот эта фраза, она сразу вызывает в нас представление, ощущение того, что надо было умилостивить Бога за наше плохое поведение. Ну, представим себе, что есть, например, строгий отец, дети, которого очень плохо себя вели, он на них разозлился, разгневался, хотел их наказать, но там есть, скажем, любящая мать, или есть старший брат, или есть кто-то еще, кто идет и уговаривает его, упрашивает, объясняет, что там, ну, они еще дети, они еще маленькие, они там того или другого не понимают, и вообще ты сам отец, ты их воспитывал, на тебе ответственность, там, давай ты будешь помягче, и человек успокаивается, умилостивляется, и говорит, ну, хорошо, ладно, я больше на них не сержусь. И часто люди так представляют себе, что вот Иисус Христос это тот, кто успокоил, умилостивил гнев отца, который очень хотел, значит, людей наказать, отомстить им за их грех, вот как-то так, чтобы они почувствовали, как это плохо, нарушать заповеди. Но это сегодняшняя фраза, вот надо просто в нее вдуматься. Но он возлюбил нас, отец, и послал сына своего в умилостивление за грехи. Получается так, он нас возлюбил и послал сына своего в умилостивление. Кого? Того, кто любит? То есть, любишь и посылаешь сына, чтобы он тебя умилостивил. Тогда что такое любишь? Если ты любишь, тебя не надо уговаривать, чтобы ты стал милостивее, тебя не надо успокаивать, ты уже любишь. И вот надо сказать, что в Боге нет этого раскола, нет этого разделения. Поэтому правда Божия – это не правда карающая, это правда восстанавливающая человека, это правда праведника Христа, который прожил жизнь так, что Бог в сотворении человека оказался оправдан. Во Христе проявилась правда Божия. Бог прав, Он сотворил человека достойным, совершенным, с возможностью исполнить его волю. Таким образом, жертва Христа, хотя она приносится всей Троице, она умилостивляет, то есть, исцеляет и восстанавливает человека. Поэтому Он послал сына в умилостивление за грехи наши. То есть, тем самым, сын своей жертвой делает нас способными к восстановлению в Богообщении, к исцелению, очищению, преображению нашей жизни. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, так это как? Это значит жертвенно, без того, чтобы мы что-то Ему дали, без того, чтобы Он нам оказался обязан любовью. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. А ведь человеческая любовь очень часто обусловлена. вот я тебя готов любить, если ты соответствуешь каким-то моим критериям, или внешним критериям, или критериям внутренним, психологическим, или, может быть, выгода какая-то может быть. Так вот, Бог возлюбил нас щедро, без того, чтобы мы как-то чему-то сначала соответствовали. Он нас любит. Другое дело, мы не всегда соответствуем, но Он нас любит. И вот мы должны любить так друг друга. Любить не потому, что кто-то соответствует нашим ожиданиям, а потому, что любовь это естественное состояние человека, которого Бог сотворил. Бог сотворил нас любящими существами. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Здесь Евангелист Иоанн, конечно же, говорит о том, что было доступно в первую очередь свидетелям. Он начинает свое послание, буквально первые строки первой главы, он говорит о том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что осязали руки наши, о слове жизни мы говорим вам. И вот здесь тоже он говорит, Бога никто никогда не видел. Мы помним, что в Евангелии эта фраза продолжается «Сын единородный, сущий в лоне отчим, он явил». Так вот, а здесь говорится, Бога никто никогда не видел, а дальше тоже говорится о Христе, но несколько пространнее. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас, и любовь его в нас совершенно. То есть, а как же тогда мы являем миру, являем миру Бога? Мы являем миру Бога через любовь. То есть, если он в нас присутствует, мы любим. И сама любовь оказывается главным обоснованием его пребывания в нас, главным доказательством, потому что мир жесток, мир способен на какие-то суррогаты любви, но эти суррогаты неполноценны, эти суррогаты временны, эти суррогаты все обусловлены. И человек, который, то есть, мир не может любить по-настоящему, и человек, который начинает любить по-настоящему, он тем самым являет свою неотмирность, являет связь с чем-то, с кем-то, кто выше мира, кто больше мира. Так вот, что мы пребываем в нем и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от духа своего. И здесь можно вспомнить, как евангелисты Иоанн и Иаков предложили Христу не извести огонь с неба на самарянскую деревню, когда там не так собирались, не хотели принимать Христа, не так на него отреагировали. И Христос как раз говорит, забыли вы, какого вы духа. И вот теперь уже Иоанн, тот, которому это сказал Христос, он говорит, что мы пребываем в нем и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от духа. Вот теперь, когда он пишет о любви и о жертвенной любви, теперь понятно, что как раз он не забыл, какого он духа. И мы свидетельствуем, что отец послал сына спасителем миру. то есть каким образом в таком случае вообще человек может действовать не по-мирски, только через Христа. Каким образом нам доступен дух святой во Христе. Не случайно Христос говорит, что я пошлю вам духа, который от отца исходит. Но я пошлю, да, и поэтому апостол в другом месте называет духа святого духом Христовым. Так вот, и мы свидетельствуем, видели и свидетельствуем, что отец послал сына спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. Казалось бы, ну это довольно просто исповедовать Иисуса сыном Божиим. Но на самом деле это не просто, потому что Иисус это человек, а исповедовать его сыном Божиим, это сказать, что он Бог. И это значит, что исповедовать Иисуса сыном Божиим, это исповедовать его Богочеловеком. И исповедовать его и совершенным Богом, и совершенным человеком. Хотя здесь об этом прямо не говорится, но надо сказать, что евангелист Иоанн это один из тех особенных авторов, благодаря которому так развито именно учение о Бога человечестве. Он больше любого другого апостола, больше любого другого евангелиста об этом написал. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Интересно. Он не говорит «и уверовали в Бога», мы уверовали в Его любовь. Это очень важно. Веровать в Бога можно, и естественно, мы и верим в Бога. Но верить в Его любовь, это значит верить в Его особенное отношение к нам. И если мы понимаем, что Он особенным образом относится к нам, если Он любит нас, это значит, мы сможем выстроить с Ним правильные отношения. Я могу верить, что существует какой-то, допустим, Бог, но при этом я могу думать, что Он ненавидит меня, или что Он, скажем, завистливо ко мне относится, или хочет мне чего-то плохого. И тогда да, я верю, что Он есть, но я буду бояться Его, я буду бежать от Него, я буду искать защиты, буду выстраивать с Ним какие-то рабские отношения. Но если я не просто верю в Бога, а верю в Его любовь, это значит, что и я со своей стороны буду выстраивать совсем другие отношения с Ним. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог пребывает в нем. И здесь даже мало что можно комментировать, потому что это настолько очевидно, что все вероучение, Иоанн Богослов очень много написал такого, что легло в основу нашего вероучения, что все вероучение — это практическое вероучение, что надо не просто верить в Бога, он говорит, пребывать в Боге. Что значит пребывать? Как можно пребывать в том, кто не ограничен местом? Я понимаю, как можно пребывать в каком-то месте, я понимаю, как можно пребывать в пространстве, но что значит пребывать в Боге? Он не ограничен ни пространством, ни временем. И вот Иоанн Богослов говорит, Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Таким образом, пребывать в Боге — это пребывать в состоянии, это не пребывать в пространстве или времени, и даже не в некотором интеллектуальном состоянии, Это пребывать в состоянии любви. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он поступал. Это удивительно. Иоанн Богослов, конечно, можно сказать, что он апостол, что он возлюбленный ученик Христов, что он проповедник любви, что, конечно же, он вел особенную нравственную жизнь, но он не говорит, я такой хороший, любовь во мне такова, что я имею дерзновение. Нет, он пишет христианам, о христианах, как христианская позиция некоторая здесь выражается. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. То есть, что мы надеемся, потому что дерзновение это и есть такая смелость, есть внутренняя надежда, что так будет. Имеем дерзновение в день суда. Какое дерзновение? В надежде на спасение, конечно же. Почему? Потому что в мире всем поступаем так, как он поступал. Понятное дело, что если человек не поступает, как он, как Бог, как Христос, то он не будет иметь дерзновение. Но тогда какое отношение он имеет к мы, которым пишет Иоанн Богослов? Человек, конечно же, может совершать какие-то незначительные грехи, у него могут быть слабости, с которыми он борется. Иоанн Богослов об этом пишет, в том числе и в этом своем первом послании, разделяя грех к смерти и грех не к смерти. Но в первую очередь, какова направленность человека, ради чего он живет? И он дальше продолжает. Он говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Мы говорим о страхе Божьем. Но очень часто люди, которые не знают, о чем идет речь, люди со стороны, просто слышащие нашу речь, думают, что речь идет о боязни Бога. Но речь идет не о боязни Бога, как будто бы он накажет или будет нам как-то мстить за нарушение своих слов и своих заповедей. Речь идет о боязни любви, о боязни нарушить эту самую связь. Вот у преподобного Аввадорофея есть учение о двух страхах. Он говорит, первый страх, как боязнь именно, о чем мы говорили, и второй страх — это страх любви. Он говорит, второй страх — совершенный. Первый страх несовершенный, но второго страха без первого не бывает. Почему? Потому что если мы сразу говорим, а это все там для несовершенных, мы выстраиваем с Богом сразу правильные любящие отношения, он же наш отец. Очень часто, если мы внутренне не воспитали душу, если мы не воспитали свое сердце в правде, в праведности, мы, сказав, Бог наш отец, Он нас любит, дальше говорим, Он нас любит, Он нас простит, Он все нам позволит, в конце концов, Он же любящий. То есть мы знаем, что мы, например, можем любить своих родителей, но вместе с тем, что мы их любим, мы должны быть внутренне воспитаны в правильных отношениях с ними. И поэтому вот этот такой, как кажется, примитивный страх, страх, страх боязнь, он позволяет нам внутренне воспитать себя, для того, чтобы потом перейти к подлинным отношениям со Христом, которые описываются как страх любви, страх за глубину этих отношений, за то, чтобы они не разрушились. И такой страх уже не может быть назван страхом в этом смысле слова, в нем нет мучения, в нем есть скорее забота об этих отношениях, ответственность за эти отношения. И вот апостол пишет, боящийся несовершенен в любви. Да, действительно, если ты боишься Бога вот в этом примитивном смысле, в простом смысле слова, то любить ты не будешь, ты будешь зарабатывать спасение, ты будешь выслуживаться, ты будешь бояться ада, но любить и иметь сыновнее отношение ты не будешь. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Это очень важно, да, что мы любим, нам не хватает сил на то, чтобы любить бескорыстно, нам не хватает, может быть, внутренних ресурсов, мы не умеем этого делать. И поэтому он говорит, хотя бы так, да, то есть мы не можем сами первыми полюбить, но будем любить его, потому что он первым возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И опять возвращение в практическую плоскость, после всех этих рассуждений о любви, совершенстве, страхе, опять в практическую плоскость. Почему? Да потому что превратить христианство в слова очень легко. Говорить самые возвышенные речи про любовь, жертвенность, справедливость, про истинную веру, про губительность ереси, и все это очень просто. Вопрос в том, а как живется людям рядом с тобой? Они рады тому, что ты рядом с ними? Ты умеешь не только обличать и выстраивать красивые схемы, а ты умеешь любить так, чтобы через любовь направить, даже пусть не правого человека, на правильный путь. И вот апостол говорит, что проверить это очень легко, потому что говорить слова и о любви к Богу тоже, это просто. Но если ты любишь эти слова, если ты любишь, говоришь эти слова о любви к Богу, ну вот, живого человека, который стоит перед тобою, ненавидишь, не желаешь с ним быть, не желаешь с ним общаться, закрываешься от него, и твое присутствие просто мучает его, то в таком случае задумайся, да, что ты говоришь, что ты, какие иллюзии ты строишь в своем сознании, и что является на самом деле проявлением и основой всей твоей жизни. И он еще раз подчеркивает, казалось бы, сколько раз он уже об этом сказал, мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога, то есть тот, кто говорит, что любит Бога, любил и брата своего. Помоги нам всем в этом, Господь. Спасибо. Всего доброго.